Итак, добрый день, господа! Сегодня мы составляем баг-айпорт для Майл.ру, который они должны будут передать корейцам, ну естественно, убрав весь мат, оскорбления, унижения, должны всё правильно расписать и отправить корейцам, ведь это их работа. Да, мы помогаем Майлу искать баги. На самом деле, это было всегда, за счёт этого только они не находятся, потому что Майла в эту игру не заходит, они даже не знают, у них не установлено в офисе эта хуйня. Так что, если вы находите какой-то баг, либо пишите мне в ВК, либо в группу, либо на форум, хотя он мёртвый, я думаю, туда даже сам КМ не заходит, либо КМ в ВК, либо в группу Архейджа, хотя вас могут за это забанить, за распространение багов. Пф, ебать, просто, меня сомнение нравится, с чем он находит баг, и единственное, куда он должен писать, по сути, вот по правилам, это в техподдержку, где единственное, что он получит в ответ, этим займётся старший специалист. Какой, нахуя, какой итог этого будет, естественно, никто не знает, поэтому мы создаём этот, так сказать, видосик в помощь Мыву. Всё, начинаем. Я благодарен всем, кто участвует активно в жизни Архейджа, сидит в моей группе, у нас самая топовая, самая онлайновая группа, да, это всё ваша заслуга. Мы собрали за 4 дня примерно 100 комментов насчёт багов. Да, тут Фома рофлит, но неважно. То есть, комменты реально интересные, новые баги, которых я не знал, тысячи багов, которые видел ещё 100 лет назад. Ну что ж, перейдём к списочку, я буду пополнять в момент монтажа. Начинаем. Очень бесчащие. У меня будет несколько подгрупп, которые очень бесчащие, обычные, ни на что не влияющие, но есть. Итак, начнём с точек бесчащих. Крылья сказочного народца. Это такой ад. Я помню, у меня были на первом персе выпадающие сварцов. Они были охуенные. Сейчас, смотрите. Езжаем крылья сказочного народца, улетаем, уходим на низ, нажимаем кнопку спуститься. Чёрная, блять, панель. То есть, ты не можешь дать отскок, ты не можешь спуститься и начать бить, ты не можешь ничего. Ты падаешь камнем, получаешь урон. То есть, эти крылья можно выкинуть. Вот реально можно выкинуть. Потому что это суицид. Ты не можешь их юзать. Тебе не выгоден инвиз, потому что ты не можешь потом с него ничего делать. Как юзают полпэшера? Они входят в инвиз и резко вылетают отскок фаерболу, либо отскок петарды, либо тройные рывки, и всё пошло. А здесь ты падаешь просто на 3 секунды мёртвым камнем. Причём, вроде как, даже скиллы не влияют. Это просто сами крылья. Вот, ты падаешь камнем. Отскок нельзя нажать. Давайте ещё раз завязываю. Я сейчас нажал под лёд. Вот просто без всего. Чёрная панель. Вот. Увы, увы и ах. Реальный кошмар. Фиксите, пожалуйста. Итак, следующий у нас баг, который граничит с багаюзом, который приводит к бану. Внимательно. Смотрите. Имитация смерти плюс крылья. Что вы делаете? Вы тактик, вы милик. Ваша цель влететь, дать взрыв, убить. Да? Смотрите, что происходит на самом деле. Сейчас возьмём вот эти вот крылочки, к примеру. Да? Подойдут, в принципе, любые. Вот, реально, любые. Делаем так. И взрываемся. И встаём. А встаём мы где? Под землёй. Почему это граничит с багаюзом? Если вы просто упали под землю, это ошибка. Но если вы лучник, маг, кто угодно, хил, начнёте из-под земли стайлять, хилить, стягивать, что угодно делать под землёй. Цель. Вот, бежит чел. Если я его буду бить, я получу бан. Не знаю, насколько. 7 дней, 14. Возможно, пермач. То есть, осторожно. Я считаю, что просто падение, это, ну, это просто обычный баг. Это баг игры. Но если вы будете это юзать, вам пизда. Вот просто, запомните. То есть, запомнили этот момент, я вас сразу предупредил. Я сейчас просто нажимаю ТП и съёбываю нахуй отсюда. Потому что тоже, просто сидеть под землёй, это тоже опасная хуйня. Вас могут, не знаю, заэйпортить. Ну, не знаю, что будет, не юзайте. Ну, что это, блядь? Ну, блядь, ну что? Ну, почему? Я должен дать 3 ослепляшки. Вот, 3 штуки, в КД ушла одна. Прошло 3 года, извините, но это пиздец. Так, показал вам ослеплялки ебучие. Баг, что вместо 3 вылетает одна и уходит в КД. Ему 3 года, ничего не поменяли. Увы, я надеюсь, что они починят, потому что невозможно играть. Ты должен ждать секунду и потом стрелять. А за секунду может многое произойти в этой ёбаной игре. Далее, бак урона с высоты. Всем он нравится, все его используют. Там отскок с глайдеров. Но это дичайший абуз. Особенно с нынешним уроном какого-нибудь мага. Который просто с орла падает. С 20 метров с неба. Плюс 20 урона. Неадекватно. Абсолютно неадекватный урон. Такого быть не должно. Это нигде не прописано. Я считаю, что это баг. Когда ты, находясь выше, бьешь там на 20% больше. Это надо фиксить. Далее. Просто бесящее. Булавах у вас дракона падение FPS про юзи. Представьте, вы, девочка-тяночка, вам ДД ваш подарил булаву с дракона. Вы такая ебать счастлива. Вся на понтах королева жизни. Юзаете в рейде. У вас сгнивает комп, потому что у вас FPS со 111 условно падает до 10. Такое уже было с некоторыми скиллами. Такое было с открытой сумкой. Такое было с поворотом камеры в этой истории игры. Я поэтому верю. У меня нет булавы дракона для теста показать. Но я слышу, что это так работает. Далее. Баг, свапы на арене, даски, вызов петов. Примерно на одном из пяти дасков у вас забагается свап оружия, вызов петов. Вы ничего не можете делать, кроме как левать и заходить заново. Очень неудобно, очень тригейт. Кошмар. Но не на каждом даске. Примерно один из трёх, один из пяти. Но это надо чинить. Черепахи в садах матери, которые рядом с Эмгором, или как там это макарку зовут, флагуят тебя, если стреляют по твоему пету. Я долго искал, что же реально в садах флагает, потому что был такой баг ещё с совода садов. Ты бьёшь мобов, а потом понимаешь, что ты в ПК. Типа, чего? Ты никого не бил? Мирка вообще. У меня самого это было. Я писал об этом КМу. КМ сказал, я не знаю, не ебу. Я такой, ну я тоже не ебу, как получилось. Вот. Тяночка в группе написала. Черепахи делают грязь. Пофиксите. Баг чата при нажатии буквы МВ может привести к бану. О, это сумасшедшая вещь. У многих такое было. Контрается оно с зажатием Ctrl плюс W. Любая хуйня. Короче. Вы пишете условно маму твою. И при первом нажатии М, то есть В, да, как Ctrl В. У вас вылезает сообщение, которое вы либо писали, либо копировали. Это может быть всё, что угодно. Это может быть ссылка на Порнхаб, ссылка на Фанпэй, ссылка на сайт пиратки. Это случайно будет. Вы это случайно отправите. И вы получите бан на 7, 14 или даже бессрочность. Потому что, что вы туда скопируете, вы понимаете. Причём, вы можете даже эту ссылку не копировать. Это просто получится случайно. У меня такого, слава богу, не было. Я всегда, всегда чекаю чат, потому что этому багу 5 лет. Далее. Радиус масса отхила. Сейчас почитаю в группе. Пишут, что вместо 25 метров, 21. Давайте сейчас это и узнаем. Вот прям, так сказать, на живом примере. Я никогда хилом не играл, даже не представляю. Сейчас будем искать, что такое масса отхил. Но я так понимаю, это вот эта хуйня, которая крутишь вокруг себя. Берём. А, исцеление 15 у меня. Допустим, ладно. Что из этого масса отхил? Оно? Массовое исцеление. У меня вообще написано радиус 18. Сори, я не хил. В комментах об этом напишите. Но. Да. Написали, что вместо 25 метров, 21. Похуй. Похуй плюс похуй. Рубрика. Анимация бега на низе изменяется при приближении мышкой. Вроде как, до бег не добавляет. Хейм написал, что добавляет до бег, но на самом деле я протестил по таймеру. Бегал от этой стены до дома. Не буду вставлять видос, это долго. 9 секунд. И так и так. Смотрите. Анимация бега. Ты коррадёшься как мышь. Тыкаешь мышкой, ты бежишь как человек. Но по сути ничего не меняется. Похуй плюс похуй. Но тоже типа баг. И напоследок дичайший багаюз. Дуэль на дне Ока Бури. Как написали, я клянусь, даже не собираюсь проверять. Но я об этом слышал много раз, что ты на бесполётной зоне, так сказать, вот здесь вот. Под водой кидаешь щелу дуэль. Что-то там он принимает. И вы можете её сзади с галайдера летать там. Вот как-то так спадает с вас дебаф вот этот вот. Ой. Я никому не рекомендую это делать. Это того точно не стоит. Это абсолютный бан. То есть моментальный. Вот просто вас спалили. Вы не отмажетесь, что случайно. Нет. Потому что летать там нельзя. Все это знают. Если вы там летаете, вы явно делаете что-то не так в этой жизни. Поэтому это был небольшой список багов. На самом деле у меня, скорее всего, накопится ещё на второй видос. Может на третий. Можете скидывать их в комменты. Поможем сделать эту игру лучше. Всех целую.